Успели до холодов и дождей. Крышу в доме номер один по проспекту текстильщиков отремонтировали даже раньше срока. Проверить качество работ приехала специальная комиссия. Чтобы ремонт был принят, результат должен устроить сотрудника управляющей компании, регионального оператора, представителя дома и в данном случае зампреда правительства Владимира Шарыпова. Сложнее всего, отмечают члены комиссии, угодить жильцам. Они на проверку приходят, почерпнув знания о капремонте из интернета. Хотелось бы отметить, что собственники, не являясь специалистами, зачастую требуют серьезного усложнения работ, которое приведет к удорожанию, что не всегда объективно и не всегда целесообразно само по себе. На этой крыше раньше были лужи, в квартире постоянно текла вода. Сейчас старую кровлю заменили новой, современной и долговечной. Подрядчик дает гарантию, крыша прослужит без ремонта 50 лет. Мягкое покрытие техноэластан защищено от трещин, через которые и протекает вода. Здесь сделали стопроцентную стяжку, разуклонки здесь вообще не было на этом доме. То есть сделали разуклонку, ну и прошли, как по технологии положены праймером, два слоя техноэласт. Техноэласт это более качественный материал, который применялся и ранее в капремонтах. То есть это первый год, у него очень высокие технические характеристики. Стоимость работ на крыше составила 2,5 миллиона рублей. В соответствии с программой капремонта многоквартирных домов в 2015 году должны быть отремонтированы 502 объекта. 256 объектов, по которым состоялся конкурс, все дома в работе. На сегодняшний день процент выполнения свыше 90, близкие к 100, готовые к приемке дома. Это порядка 150 домов. 29 домов приняты комиссионно и уже оплачены. Они уже выставлены, как бы гарантийный срок по ним пошел. Поэтому все работы ведутся в соответствии с графиком. По оставшимся домовладениям конкурс объявят на днях. Сезонные работы будут перенесены на благоприятные погодные условия. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.